Во второй лиге чемпионата Беларуси 2016 «Пинская волна» стала безусловным лидером и, набрав 60 очков, досрочно стала победителем лиги, этим самым подтвердив свой статус, несмотря на прошлогодние поражения. Кстати, именно тот результат стал принципиальным стимулом для успешной работы. Еще в самом начале года ставилась задача выйти в первую лигу и желательно с первого места, чтобы действительно доказать, что прошлый год это была случайность, чтобы никто в этом не сомневался, что мы лучшие в этом году. По словам главного тренера «Волны», эффективная подготовка предупредила какие бы то ни было спады во время сезона. Кроме того, на счету команды достаточно побед с крупным счетом. Я бы хотел выделить всю команду в первую очередь, потому что мы все усердно работали на тренировках и то, что мы заслужили, это благодаря, естественно, всем и плюс нашей усердной работе во время тренировок. В первой лиге «Пинская волна» выступала и ранее, достаточно успешно. Будучи довольно крепкой командой, она занимала призовые места. Можно сказать, они вернулись на прежний уровень. И хочется пожелать, чтобы они не опускали планку, а только ее поднимали, потому что я считаю, что спортивная инфраструктура достаточно хорошая у команды, которая может позволить ей выступать и на более высоком уровне. В нынешнем сезоне определилась и пятерка лучших игроков команды. В итоге самым ценным футболистом стал полузащитник Станислав Нисько, набравший в независимом голосовании администрации тренерского штаба 255 баллов. Однако стоит сказать, что успех футбольного клуба в значительной степени зависел и от поддержки, которую оказывает город. Конкретно можно сказать, что помощь абсолютно всех, всех жителей нашего города, всех руководителей предприятий, администрации города, всех болельщиков, которые приходили в любую погоду поддерживать нас. Это только их заслуга в первую очередь. А во вторую уже наших ребят, которые благодаря этой поддержке приходили, бились и играли на поле, выигрывали для наших зрителей. Для поздравлений и награждений на торжественный вечер в зале городского Дома культуры собралась администрация города, представители различных предприятий, организаций, также болельщики, словом, все те, кто так или иначе поддерживал команду на протяжении сезона. Все игроки, а также сотрудники футбольного клуба «Волнопинск» получили ценные подарки и были награждены медалями и почетными грамотами. Продолжение следует...